Всем привет! Это гайд на Dragon Knight. Dragon Knight, точнее ДК, в игре исполняет роль танка, керри и дизейблера. Причем абсолютно все три его роли прекрасно на нем смотрятся. То есть первая роль это керри. Ну как, конечно, керри бывает реже, чем танк. Все-таки ДК чаще всего бывает таким чисто танком-инициатором. Но все же, если он керри, то керри он хороший. За счет его ульты, конечно же, и за счет вот этой вот пассивочки. Ну и, конечно, прирост статов у него тоже прекрасный. Вот. Танк, опять же, он за счет пассивки. Ну и дизейблер за счет своего стана, который является одним из самых долгих в игре. Ну, по одиночной цели. Вот. Так, какие плюсы у нас есть? Во-первых, высокий реген и высокий показатель брони на начальном уровне. И, в общем-то, за счет пассивки он... Ну, две эти характеристики очень быстро растут. Вот. Так, ну здесь мы разводим СК. Ну и как раз эта пассивка дает нам прекрасную выживаемость. Также у нас отличная возможность формиться. То есть, во-первых, анимация атаки очень удобная. Как в обычной форме, так и в драконьей форме. Вот. И, опять же, говорю, дамаг нам это позволяет. Вот. Конечно, могут быть вначале проблемы со скоростью атаки. Но, по сути, имея пауэр трасс уже это не так важно. Вот. Так же, как я уже сказал, у нас очень долгий стан. 3 секунды и 25 сотых. Это реально очень долго. Вот. Ну и в лете, если мы застанем, то за эти 3 секунды мы разберем, в общем-то, практически кого угодно. Так же у нас есть ульта, которая просто прекрасная штука. Она дает нам дальность атаки, дает нам замедление по области и возможность, ну, как я уже сказал, переходить в дальнюю атаку. Вот. Так же, прекрасный прирост к статам. То есть, вот, к силе прирост 2.8. К ловкости 2.2 и к интеллекту 1.7. В общем-то, для человека 1.7 к интеллекту это очень даже неплохо. Вот. Поэтому, как раз, леет потенциал у нас очень даже неплохой. И на 25 уровне или даже на 20 уровне у нас уже будет довольно большое количество жизней без всяких тарасок и прочих артефактов на ХП. Минус у нас также есть. И один из них это то, что мы довольно слабы в начале игры. То есть, у нас есть вот стан и какой-то там дамаг на 300 урона. Вот. И, по сути, драконья форма, ну, она дает там только скорость передвижения и дальнейшие атаки. Но самого дамага у нас, в принципе, нету. Вот. Поэтому наши тычки с руки, они, в общем-то, роли играют мало. Может быть, еще как-то помогает яд от драконьей формы. Но, опять же, говорю, что толком пользы от этого нет. Поэтому ДК нужно качаться, качаться и еще раз качаться. Также у нас изначально, ну, в обычной форме у нас скорость передвижения довольно маленькая. Ну, и, конечно, скорость атаки тоже. Так как мы силовик, вот, конечно, потом это окупается, потом появляются керасы и всякие прочие артефакты. Но в начале, со скоростью от атаки у нас беда. Вот. Ну, и, конечно же, мы зависим от артефактов. То есть, если мы будем без вещей, то это чисто такой танк. Чисто танк без всего остального. То есть, броня и реген в жизни. Все. Ну, и парочка вот дизейблов. Вот. Поэтому без артефактов мы навалять не сможем никому, по сути. Вот. Какие у нас есть скиллы? Первый скилл. В общем, простой дамаг по области. На максимальном уровне прокачки 300 дамага дает. Вот. Очень неплохой скилл для фарма. Вот. И, в общем-то, в сочетании с Soul Ring, можем его использовать просто по откату. Вот. Да, ну, этот скилл действует еще и на катапульты. Так, второй скилл. Это наш стан. Опять же, на одну цель. Вот. Ну, и там совсем небольшой дамаг на максимальном уровне прокачки. Всего лишь 100 дамага. Но это, по сути, не так важно, потому что сам стан 3 секунды. Там даже чуть больше. Вот. И, в общем-то, это все окупает. Поэтому стан ДК, он нереально важен. То есть, мы, в принципе, можем вывести из строя какого-нибудь главного героя в замесе на 3 секунды. И пока он бездействует, мы просто кого-нибудь другого бьем. Позволяем союзникам бить. Вот. Ну, то есть, ДК, на самом деле, в замесах очень-очень полезен. Вот. Да, кстати, и в драконьей форме этот стан можно применять на более дальней дистанции. То есть, когда мы в обычной форме, то нужно подойти вплотную прям. Вот. А в драконьей форме там вот радиус вот такой. Дальше. Наша пассивочка, которая делает нас офигенно живучими. Особенно вот в начале игры. Она дает нам 5 единиц к регену здоровья и 12 единиц брони. 12 брони. Это нереально много. Если мы прокачаем на седьмом уровне, уже у нас будет максимальный уровень прокачки и пассивки, то брони у нас будет нереально много. И это еще и с армалетом там. Ну, то есть, мы... Просто нас никто не будет пробивать вообще. Вот. Конечно, не думаю, что стоит вообще прокачивать эту пассивку на максимум в начале игры. Я считаю, что... Ну ладно, скилл билд я чуть позже скажу, но все же в начале ее максить не стоит. Потому что просто это бесполезно. Нам будет хватать прокачать ее на пару, и нас уже никто не сможет пробивать. Вот. Так что сделает батрайдер непонятным. Эм... Да. Вот, о чем я говорю. Стан у меня на два прокачен, и уже я очень сильно успел надамажить... Эм... Мирану. Вот. Ну, у меня, конечно, здесь ДД все-таки было, но все же... Все же Стан делает свое дело. Вот. Ну и... Наша ульта... Ульта делает из нас дракона. Это, в общем-то, главное наше оружие, которое дает нам, во-первых, сплэш, то есть, дамаг по области, во-вторых, сам... Ну, саму дальнюю атаку. Вот. И неплохое замедление на последнем уровне прокачки. Вот. Ну и дает нам как раз дополнительную скорость передвижения, потому что в обычной форме у нас всего лишь 340 скорости. Это меня жутко напрягает. Вообще, я не люблю медленных героев. Вот. Как раз ДДК один из них. Да, кстати, на первом уровне наш дракон становится зеленым и, так сказать, ядобитым. То есть, он просто отравляет... Ну, дает яд тому герою, которого мы бьем. При этом яд действует также и на вышке. Поэтому мы, в общем-то, можем быть еще и пушером. Вот. А красной вышке этот яд действует очень даже неплохо и вышка проседает. Поэтому, когда мы собираемся пушить, то лучше все-таки сделать драгонформу. Так вот, на первом уровне у нас зеленый дракон с простым отравлением на каждой атаке. Вот. На втором уровне у нас красный дракон и это просто атака по области. То есть, я не помню, честно говоря, у красного дракона есть ли отравление какое-то. По-моему, все-таки есть. Вот. Ну, и оно еще и по области. Вот. Ну, и на третьем это синий дракон. Это просто офигенный дракон, который замедляет. Он замедляет, на самом деле, очень круто. Вот. И замедляет она всех, кто вокруг цели, которую мы атакуем. То есть, это нереально круто, на самом деле. И помимо того, что замедление очень большое, так мы еще и целую пачку замедляем. Вот. Так, ну и... Так, здесь вот написано, что сколько... Вот, 20 единиц урона в секунду и действует все это 5 секунд. То есть, в принципе, за одну тычку мы сразу минус 100 жизней делаем вышки. Это офигенный пуш-потенциал, на самом деле. Вот. На втором уровне там... Так, ну... Не могу ничего сделать с этим ежом. Ну, в общем, там радиус просто написан и ничего такого особо интересного. Вот. И на третьем уровне, как раз замедление у нас на 30%. И скорость атаки на 20. На 3 секунды. Конечно, не самое большое замедление, но все же для массового такого и просто не скиллового, то есть с обычной тычки, это на самом деле круто. Вот. Дальше. Какой скилл билд? Тут все зависит, в общем-то, от ситуации. Если мы стоим, например, на харде или просто на той линии, где нас более-менее харасит, можно прокачать на 2-3 пассивочку. Тогда у нас уже будет примерно там 9 плюс 5 брони и все. То есть у нас уже... Ну, и реген, соответственно, тоже большой будет и нас уже, по сути, с руки не пробьет никто. Только если скиллами. Вот. Обязательно вкачиваем стам как минимум на 1, то, что на первом уровне уже 2,5 секунды. Это очень много. Для первого уровня это реально очень много. Так, ну здесь вот опять не дают мне... Убить очень много всяких эскейперов и прочих гадов. Вот. Ну, эсказы я забираю все-таки. Так. Боюсь здесь почему-то подойти стан дать. Не понимаю, почему я не даю стан. Ну вот что такое. Да, странно. Дал бы стан, уже давно забрали бы. Ну ладно. То есть у меня скилл был такой. Вот, например, на этой... Ну, в этой игре. Я прокачал на 3 пассивочку, потому что на этой линии меня сильно... Ну, гнобили. Вот. И прокачал на 1 стан и на 1 первый скилл. Ну, так, чтобы добить кого-нибудь, кто убегает там или, не знаю, еще что-нибудь. Вот. То есть, в принципе, оба скилла полезны, и их нужно хотя бы на 1 вкачать. Что дальше? Дальше, опять же, по ситуации. Если мы фармим или там больше драг, то можем максить после... Ну, максить вот этот вот скилл первый. Вот. Потом максим стан и потом уже докачиваем пассивку до конца. Если мы все-таки чисто танк, то максим пассивочку и стан. Вот. То есть первый скилл нам, по сути, не нужен, чтобы там не стилить ни у кого. Ну, и ульту, конечно же, при появлении нужно обязательно изучать. Так, ну здесь я чуть подстилил все-таки. Чтобы никто не убежал. Так, дальше. И тем билд. Что нам покупать? Из сапогов это, конечно же, Power Threads, потому что они дают нам еще дополнительную силу, еще скорость атаки, как раз, которая нам очень нужна. Вот. Ну и... В общем, если что, можем переключить на интеллект, когда нам срочно мана нужна, какой-нибудь там стан выдать или ульту. Вот. То есть Power Threads нам идеально подходит. Дальше это, чаще всего, бывает Armlet. Ну вот, в этой игре я собираюсь в керри, так как, по сути, только Абадон еще может в керри собраться, ну, а всякие остальные, как бы, у них, по сути, лейт потенциал отсутствует. Ну, как бы, я имею в виду именно керри потенциал. Так-то вот, Акс, неплохой танк, там, да, все такое. Вот. Поэтому я здесь после сапога сразу собираю Armlet. Armlet здесь очень неплохо подходит. Вот. Дальше я решаю собирать керасу, чтобы быть еще жирнее, чтобы делать, ну, минус армор врагам. И, в общем-то, так вот, не понимаю, почему я здесь не включу драгонформу. А, ну, потому что, как бы, я умираю, понятно. Так, вот здесь играю Armlet, и за счет этого выживаю. Ну, и подфармлю его немножко еще. Так. После Armlet, значит, я собираю керасу. Вот. Кераса, в принципе, не обязательно собирать, если мы идем в керри. То есть, в принципе, вместо керасы я мог бы собрать какого-нибудь Мьёльнир, чтобы хорошая скорость атаки была. Вот. Что дальше? Дальше можно собрать доминатор, там, ну, и дальше уже его в сатаник апнуть. Не понимаю людей, которые сразу собирают доминатор на ДК, там, после ПТ-шек, там, сразу же прям... То есть, какой нахрен доминатор, если дамага, по сути, еще нету, вампирить, ну, как бы, нечем, вот. Доминатор здесь, по сути, бесполезен будет. То есть, он просто даст там немножко брони, немножко регена жизни, вот. Ну и все, по сути. С каждой тычки мы будем, там, ну, ХП, может, 20-25 вампирить, не больше. Поэтому я считаю, что все-таки доминатор вначале покупать ДК нет смысла. Вот. Дальше. Если у противников много дизейблеров всяких, как раз как в этой игре, то можно купить БКБ. Ну, даже нужно. Вот, здесь я, в принципе, Мирану забираю, о чем я говорил. Ой, вот здесь не очень, не вовремя выключаю армлент. Моя была ошибка. Вот. То есть, о чем я говорил. Я за этот стан, за мои 3 секунды, разобрал, в общем-то, фуловую Мирану. Вот. То есть, в принципе, уже мои артефакты мне это могут позволить. После БКБ, что можно собрать? Опять же, если мы керри, то собираем Дэйдаус, МКБ. Ну, МКБ, само собой. Даже если нет всяких, всяких тех, кто уворачивается, все равно МКБ очень полезен. За счет микростану, за счет самого дамага. Вот. То есть, у нас уже вот с двумя этими артефактами будет очень неплохой дамаг, и мы будем неплохо нарезать. Вот. То есть, у керри финальный закуп должен быть примерно такой. Травела, Армлет, Кераса, Сатаник, МКБ, Дэйдаус. Ну, и опять же, это все может меняться. Там вместо Кераса Мьёльнир, вместо там Сатаника, например, БКБ, или Тараска. Ну, Тараска, честно говоря, я Тараску на ДК не очень люблю покупать, потому что с жизнями у него проблем нет. Вот. Но все же, мне кажется, что лучший вариант для него это Сатаник, потому что в лейте он будет неплохо на нем отжираться. Вот. Но, опять же, говорю, если мы идем в Танка, то все же будет лучше БКБ, либо Тараска. Так вот, если мы Танк, у нас должен быть чисто такой закуп. Опять же, Травела, Армлет, Кераса. Тараска, БКБ и Шива. Вот. Это будет просто идеальный затар для Танка. Вот. С таким затаром мы будем отлично всех, в общем-то, убивать. Вот. Ну, здесь мне немножко не хватает до третьей формы, ну, ледяной формы, вот. И, в общем-то, если бы она была, то никто бы отсюда не ушел. Так. Что дальше? Какие у ДК есть друзья? Друзья, ну, в общем-то, это те, кто неплохие дизеблеры. То есть, во-первых, это Леон, Шэдоу Шаман, там, и всякие такие прочие, которые будут делать вам отводы, будут делать стаки, и давать фармиться, вардить, куры, и все дела. В общем, такие саппорты и дизеблеры. Дизеблеры. Вот. С ними наша жизнь будет просто прекрасна. Вот. Враги. Во-первых, это те же самые дизеблеры. Леон. Леон просто сделает в третий скилл, высосет у нас ману, и мы будем просто юзлос абсолютно, ну, в начале игры. То есть, в начале игры у нас, вот как раз о чем я говорю, третья форма появилась, и уже все, от меня очень сложно уйти. Вот. И дамаг уже у меня, в принципе, неплохой. Немножко здесь наглею, просто под троих или под четверых залажу здесь и сливаюсь. Ну, вот опять же, это моя жадность. Так вот, Леон высасывает нам ману, и, в общем-то, это наш крах, потому что дамага у нас нету, скиллов из-за маны нету, и мы сделать ничего не можем. Вот. А на начальном уровне у нас интеллекта очень мало, и поэтому с маной у нас как раз очень большие проблемы. То есть, или тот же саленсер со своим первым скиллом просто за один, ну, за одно применение высасывает у нас абсолютно всю ману. Вот. А восстановить ее это только если бежать на базу, либо кто-нибудь из союзников даст нам аркан бутсы. Вот. Ну, и также это какой-нибудь там лич, который будет нам мешаться фармить, о, мешать фармиться. Вот. Он на самом деле такой противный. Так же это сладар. Сладар снижает нам броню. Минус 20 брони это просто как обнулить весь наш танковый потенциал. То есть, мы танкуем не за счет своих жизней, как, например, дум, а за счет брони. Вот. Если брони не будет, то мы, в общем-то, довольно тонкие. Вот. Как раз сладар нам в этом все испортит. И самый противный, конечно же, керри против нас это спектра. Потому что спектре плевать на нашу броню. Вот. Спектра просто своей пассивочкой один на один нас выделит за пару секунд. Вот. Поэтому, если у врага есть спектра, то ДК можно просто перепикать или вообще не пикать. Вот. Такие дела. Что в заключении можно сказать по ДК? Очень даже неплохой герой. В общем-то, довольно несложный, честно говоря, и разносторонний. Вот. Может быть, как танком, так и керри. Причем, обе роли его очень даже хороши. Вполне подходит для начинающих игроков. На этом я заканчиваю гайд по ДК. Всем спасибо за внимание. Не забываем ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Пишем свои комментарии и отзывы об моих видео. И всем удачи, всем пока.